Продолжение следует... Добрый день, Анатолий. Добрый день. Итак, что мы продолжаем историю. Исторические программы о спорте. Хотелось поговорить сегодня о истории кикбоксинга. Но она будет больше посвящена одному из бойцов, кикбоксеров, которого пока рекорд никто не повторил до сих пор. Когда лайт и так называемые поинт-контакты в Америке всем начали надоедать, начал появляться новый вид спорта, который потом назвали кикбоксинг. И, естественно, этот вид спорта был напрямую связан с таким именем, как Бенни Джет Уркидис. Бенни Уркидис, он у нас называли ракета Уркидис. Значит, у него был очень серьезный послужной список еще до этого. Он был очень легкого веса. И от 60 до 65 килограмм он выступал в бесконтактных видах карате, которые тогда были очень популярны в Америке, в которых выступал, наверное, все знают такого бойца, как Чак Норрис. Он был неоднократный чемпион мира. Но это все были виды карате, в которых не было контакта. То есть они были очень популярны, в них выступали все практически, кому не лень, все, кто занимался, потому что они не представляли собой никакой физической опасности. То есть у тебя очень мало вероятности было того, что ты мог получить какое-то повреждение. И потому на этих соревнованиях было очень большое количество участников. Бенни Уркидис начал заниматься источными единоборствами с 4 лет. Потому что у него отец был, кстати, по крови. Он был наполовину индианец, наполовину мексиканец. Отец его был боксером. И, как он говорил иногда, я вместо игрушек с детства имел только боксерские перчатки. То есть можно сказать, что с такого возраста он уже начал заниматься серьезно и боксом, и борьбой. В 9 или 8 лет он начал заниматься кемпо карате. Но самое интересное, что в 14 лет он получил черный пояс в карате, в шотокан. И почему это странно? Потому что в 60-е годы в Америке карате было на очень высоком уровне. И тут действовали несколько организаций, которые просто не давали развитию вот этого неправильного тестинга в карате. И в других таких более-менее известных видах единоборств, как это делается сейчас. Потому что сейчас есть такая тенденция, что, например, ты можешь зайти в какую-то школу шотокан. Или я не имею в виду все школы, но есть такая тенденция иногда, что дети в 10-12 летнем возрасте уже ходят с черными поясами. Ну, я думаю, это... Да, с третьим данным. Да, это, ну, просто... Да, в Америке, не только в Америке, очень во многих странах смысл именно черного пояса тратит важность. Очень это прискорбно, конечно. В это время было это невозможно. Тут действовали две организации серьезные. Когда-то, когда-нибудь о них будем говорить. Они, что они делали? Sokiship Khan. Это был такой... И не путайте, Sokiship просто организация. Это была организация, в которую входило некоторое количество председателей. Это было Non-Profit Organization. Они не получали за это никаких денег. Что они были довольно самостоятельные люди, все входили туда. То есть, что там, что она собой представляла? Группа очень высококвалифицированных инструкторов. Так, чтобы было понятно, это были, допустим, там входили инструктора Kyukushin, Muay Thai, Shotokan, Taekwondo. Все в основном не ниже четвертого Дана. Третий, четвертый, пятый, седьмой Дан. То есть, там были Шиханы, Канчо разных федераций. То есть, там ходили очень высококвалифицированные маршал артисты. Кроме этого, там было, в американской бранче было два боксера. И что они делали? То есть, школы, которые появлялись на территории Америки, они контролировали, они могли просто приехать в вашу школу и спросить вас, откуда у вас, допустим, ваш, там, 64-й Дан или там второй Дан, все равно, что вы там показывали. И могли проверить вас, откуда он взялся, кто вам его выдал. И даже до, вплоть до того, что они могли устроить вам тест, если что-то их не устраивало. Вот эти организации почему-то исчезли на американском рынке. Я думаю, это из-за того, что они просто мешали развитию большого бизнеса. Вот, потому что кроме маленьких школ в Америке существуют еще большие конгломераты маршал арт, которые насчитывают тысячи человек в себе. Такие школы существуют в Лос-Анджелесе, в Нью-Йорке, там, где иногда, когда заходишь в такую школу, там стоят просто... Слушай, ну, у нас в Чикаго тоже много таких есть? Есть. У нас в Чикаго вообще интересная тенденция. Выдают пояса не за то, что делают, а по выслуге лет. Три месяца пояса. Да. У нас был такой случай. Одна из школ, в которой я работал несколько лет назад, хозяин школы, это было четыре года назад, тоже очень известная школа в Баффало-Гроу, хозяин школы привел двух ребят и сказал, значит, может, ты с ними поработаешь, потому что там в данный момент есть время, а на следующий раз мы уже их заберем. И он так заулыбался и говорил, что с ними не так? Он говорит, когда ты увидишь, когда они наденут кимоно, ты поймешь. И он развернулся, ушел. И заходит два мальчика, одиннадцати, по-моему, лет, с черными поясами и вторым данным. Вот, с школы Тайквондо, я не буду говорить, с какой школы. Вот, и, естественно, там уровень знаний, который у них был, просто даже не подходит под начальный уровень. И пояс был завязан просто на двойной узел, да? Да. Ну, значит, насчет Бенни Уркидеса, мы ушли немножко. Бенни Уркидес в 14 лет, почему вот мы говорим о его уровне, и в 14 лет он получил первый данный, то есть черный пояс первого дана. Да, у нас есть звонок, давай послушайте. Алло, добрый день. Алло, 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 добрый день. Soviet Force, спортивная такая силовая организация, что-то расскажете? Soviet Force? Soviet Force, да. Она имеет отношение к боевым искусствам? Спасибо. Значит, насчет Бенни Уркидеса, 14 лет получил черный пояс, и, в принципе, в конце 60-х годов, вот, он медленно начал призывать к организации полуконтактного карате. И, значит, еще был такой случай, что когда в 65-м году он со своими братьями были на выступлении Брюса Ли, вот, и увидел, как это все, естественно, там не было никаких боев, он просто показывал, демонстрировал свои умения, и вот Бенни в то время сказал, он еще был тогда боец бесконтактного карате, он сказал, что я хочу дойти вот до уровня, чтобы положить на канвас Брюса Ли. Ну, там, братья посмеялись чуть-чуть. Потом уже они организовали вместе с Чаком Норрисом другую федерацию карате, но Бенни Уркидес ушел, и, в принципе, было организовано в то время, это 70-й год, первые бои, вот, людей, которые, вот, захотели попробовать, что такое полноконтактное карате, они, естественно, это делали в ринге боксерском, вот, и Бенни был одним из первых бойцов, которые участвовали в этих соревнованиях. Естественно, что по тому, насколько, вот, это было, в принципе, свежее веяние такое, там очень мало было правил. Если мы посмотрим на первые бои в кикбоксинге, которые были организованы, федерация называлась первая PKA, Professional Karate Association, вот, она была практически не лимитирована в правилах, в правилах, вот, как, допустим, сейчас есть UFC. То есть, если сравнить вот эти правила, там было намного меньше правил, чем UFC. Вот, то есть, там разрешались броски, там разрешались, а поскольку Бенни Уркидис еще, кроме этого, в эти времена, у него был еще и пояс по дзюдо, и пояс по джиу-джитсу, он начал как борец, вот, то есть, для него не было никаких проблем проводить броски и защищаться от клинчей. Вот, и в одно время, значит, начинается вот его рост. Но там была одна проблема с ним в полноконтактных видах спорта. Он был очень легкий, и в основном все бойцы, которыми он дрался, были, ну, как минимум на 10 килограмм тяжелее его. Вот, и первый его такой серьезный бой, который был в 74-м году проведен. Он в первый раз показал, как можно уходить от зацепов, проводил подсечки. И когда его клинчевали, он бросал через бедро. То есть, ну, было интересно смотреть, если кто-то хочет посмотреть на его, на историю Бенни Уркидиса, как он работал, ну, очень интересно. И через там какое-то время, уже там больше к 70-м, к концу 70-х годов, он очень серьезно поднялся в боксерской технике. То есть, он использовал боксерскую технику, в принципе, если мы посмотрим на его последние бои, то мало чем отличается его техника от той техники, которую сейчас показывают кикбоксеры в современных боях. И в 65-м году, нет, не в 75-м, в 77-м году, после его всех, значит, побед над более тяжелыми соперниками, ему посылает вызов тайцы, то есть чемпион Таиланда. В это время тайский бокс не был известен нигде, только в Таиланде. Вот. Приезжает известный очень боец из Таиланда в Америку и проводит с собой. Значит, Бенни, конечно, не знал ничего о тайском боксе. Примерно это какой год? 77-й год. И самое главное, что Бенни сказал, что когда ему объяснили, с кем он будет драться, он думал, что Муйтай – это имя его соперника. Вот. Ну, бой был интересный, правда, я пробовал найти более-менее качественную запись на Ютубе, но нету там, оно все в черно-белом почему-то. Не было нормальной официальной съемки. Черно-белое – это, может быть, неплохая. Не-не-не, очень плохого качества, но видно, в принципе, как бой проходил. Для Бенни было, естественно, не очень комфортно драться с лоу-киками. Он тогда еще не были неизвестны. Если он противопоставлял все своим высоким ударом ногами и хорошей боксерской техникой, потому что в тайцах сейчас вот хорошая у них техника боксерская. В то время у них не очень было хорошо с руками. Все руки у них заключались в проходе в клинч, ударе локтями. Федерация PKA запрещала удары локтями в клинче и удары коленями в клинче. То есть это один из правил, которые у них ввели. То есть ты мог бить коленом или локтем, но издалека. То есть без клинча, со стойки. Ну и дошло до того, что там провелся был один удар ногой. Бенни был на конвасе. Но в принципе он лидировал по всему бою. Один раз его положили. Но потом дошло до того, что Бенни просто встал. Там за 2 секунды практически он встал. И бой дали продолжить. И началась просто страшная паника какая-то в зале. Там была куча народу, фанатов муйтая. Они повыбегали на ринг. Что как это так? Почему они разрешили продолжать бой? Бой был внесен в карту как не состоявшийся. Как не закончившийся правильно. То есть можно сказать как дисквалификация с двух сторон. Но самое главное это его была первая поездка в Японию. На родину в принципе кикбоксинга. Но Бенни как сказал. Ну кикбоксинг в принципе название кикбоксинга началось здесь. Той который мы его знаем. И братья его еще спрашивали. Когда они вышли немножко в другую сторону от него. Они спросили зачем. Вот что это такое. Что значит бой полноконтактный ногами и руками. Значит это кикбоксинг. Ну значит будем называть кикбоксинг. Естественно когда он приехал в Японию. Это уже был конец 70-х годов. В Японии все было супер развито в этом отношении. Потому что там был К1. Уже на таком зародыше. Вот. Кикбоксин, Муйтай. Все там слилось в одно. И его первый бой был с Сузуки. Когда он пришел он говорил я приехал в Японию. Для меня это было как будто я попал на родину на которой никогда не жил. То есть он очень хорошо воспринял местные обычаи. Ему все очень понравилось. Но когда он увидел как к нему относятся бойцы. Которые привыкли выступать только между собой. Потому что там никто кроме японцев практически не дрался. Вот. Ну и тайцев. И тут Сузуки на него смотрит с таким видом. И говорит когда я увидел его глаза я понял что он меня не считает за соперника. Вообще никакого. И. Ну. Первый бой. Соперник у него был базовый Шотокан. Боец. Ну естественно это база. Потом это все развилось в профессиональный кикбоксинг. С примесями Муйтая. Вот. Но. В начале. Естественно опять же Рокидис сказал что все очень было тяжело из-за ловкиков. Потому что не привык к ним. Но естественно боксерская техника дала о себе знать. Он его уложил. Нокаутом. С рук. Но очень много ударов ногами тоже пропустил японец. Но что интересно когда он приехал в Японию. Он выступал традиционно в красных штанах длинных. Кикбоксерских. Тогда в основном все американцы выступали. Называли их кикеры. В кикбоксерских штанах длинных. Японцы сказали что ты не можешь драться. У нас ты должен надеть шорты. Говорит я не буду в шортах драться. Потому что это мой стиль. Вот я буду драться только в этих красных штанах. Если нет значит я не буду драться вообще. Ну и мы как кайджин. Ну как новичку. Пришельцу с другой страны. И наверное не сопернику нашему чемпиону. Ему сказать да ладно пусть дерется. Он сказал окей. Ну и он убил Сузуки. После этого. Когда он приехал обратно в Америку. Он был единственный на этом чемпионате. Ему вы. Не помню уже его имени. Канемацо Акао. Ему высылает значит приглашение на бой. Бывший значит чемпион. Который ушел в отставку. Который уже не был в ранге. Но бывший непобедимый чемпион. Как-то это надо возвращать имя на родину. Имя чемпиона мира по кикбоксингу. Обратно в Японию. И Бенни Уркидис значит собирается. Едет обратно в Японию. У нас еще там написано. Алло добрый день. Алло мы вас слушаем. Слушай а вот в Европе в то время кто-то занимался этим или нет? Ну да, Голландия. Голландия выставляла. Это было тоже конец 70-х годов. Они выставляли туда. Кстати, вот у нас были передачи о том, как зародился самая первая федерация мирового кикбоксинга. То, что мы сейчас видим, это Ка-1. Казуочи Ищи, вот этот выходец с Киукушина, он уехал в Голландию и сделал там хедкодер в Мамстердаме. Да, то есть Голландия была, в принципе, одна из первых, кто адаптировала кикбоксинг в том виде, который он сейчас существует, коммерческий кикбоксинг. Ну, Голландия вообще любит все новые вещи, подхваты. Они курнут и снимывают новые вещи. Ну, они там хороший стимулятор. Анатолий, скажите, пожалуйста, вот американский кикбоксинг, который какое-то время был здесь единственным видом кикбоксинг, то есть это потушить лампочки, там 7 лампочек, да, это вот штаны длинные. Это Пикея вело, потом WK, да, это Волт кикбоксинг ассоциация и профессионал кикбоксинг, каратэ ассоциация. Они назывались каратэ ассоциации, просто не выглядела, эта дисциплина называлась кикбоксинг, потому что, что делали, почему у них остались штаны, то есть, чем отличалось они от каратэ нормального, непрофессионального, тем, что бойцы выходили и снимали куртки прямо на ринге. У них оставались штаны от кимоно, вот оттуда взялись их не имена кикеры, которые вот, то есть они приходили на ринг, одевали эти маленькие перчатки, вот все, чем они отличались, это то, что у них не было ги сверху, вот штаны длинные остались. Потому Бенни Оркидис, когда приехал в Японию, он сказал, он, кстати, второй раз, когда он приехал с Акао драться, уже как чемпион, он все равно дрался в штанах, и японцы единственное ему только разрешили, чтобы он дрался в штанах. Даже то, что у них, в принципе, кимоно, вот ги, который мы знаем, с восточных единоборств прошел от Японии, он оставил вот атрибутику кимоно у себя в боях, даже в профессиональных боях. Но здесь американский хикбоксинг, они дрались с 16-юнцевыми перчатками и с защитными... С футами. С футами, да, то есть... Шингард, который мы называем. Да, футы были очень толстые, такие, как сейчас в Тейквондо. Да, это правда. И перчатки были не боксерские вначале, а такие накладки были толстые тоже, как... Не одно время Тейквондо тоже использовали их. Поролоновые были, а потом они одели перчатки все-таки. Были то, в тех федерациях ПК, где дрался Бенни Уркидис, они дрались в боксерских перчатках нормальных. Если вы посмотрите его бои, профессиональные именно, мы не говорим сейчас о любительских фулл-контактных боях, а именно профессиональных. Бенни Уркидиса просто неповторимый рекорд. Я вот то ли 69, то ли 67, 63 боя, 54 нокаута, ни одного поражения за всю историю. То есть он уникальный боец был. А, кстати, самое главное, большинство его защит, допустим, когда он выигрывал и приходил какой-то новый боец, они все были тяжелее его, один из его защит был защит титула. Когда он вышел защищать титул в 70 килограмм, 77 килограмм, он у него был вес 64 килограмма тогда. И он выиграл этот бой тоже. Но он, конечно, там такое ощущение, что у человека неистащимая энергия была. Он когда дрался до самого конца поединка, не видно было, что он уставал. И вот эти последние бои даже вот с этим чемпионом Японии, там начало боя было явное превосходство японца. То есть он его пробивал даже по боксерской линии. Бенни пропустил пару таких тяжелых ударов в голову. И аж третьего раунда Бенни начал уже его атаковать. Говорили, что Бенни спустил свои мексиканские стингеры на японца. У нас просто время подошло к концу. Все это очень интересно. Очень интересно. Надо продолжить язык. Потому что очень много вопросов. Есть еще два бойца. Но Бенни Уркидис просто неповторимый. Он очень интересный и очень современный. Даже сейчас на него смотреть интересно. Ну давай мы о двух бойцах еще в следующий раз поговорим. Большое спасибо. Спасибо, Анатолий. И до встречи на следующей неделе. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok